Витя не выпускает из рук динозавра. Это его любимая игрушка. Хочет вырасти и стать таким же сильным, шутит мама. Светлана счастлива видеть сына здоровым. Ребенок много двигается и любит поиграть в мяч. Компанию ему составляет двоюродная сестра. По ней Витя сильно скучал, особенно последние дни. А ведь еще несколько месяцев назад Витя с трудом вставал с больничной койки. Когда мальчику исполнилось 9 месяцев, ему поставили смертельный диагноз. Единственным возможным спасением для ребенка была пересадка сердца. Дорогостоящая операция, деньги на которую собирали всем миром. Про те времена даже сегодня Светлане тяжело вспоминать. Что я могла почувствовать? Не знаю. Можно я не буду отвечать, потому что я даже не могу слов подобрать, чтобы правильно описать. Собрать удалось больше 13 миллионов рублей. То, что ехать придется за границу, стало понятно сразу. В России детское донорство запрещено законом. В конце концов выбрали знаменитого индийского кардиохирурга. Когда мальчика перевезли в Чиннай, его сердце могло остановиться в любой момент. К счастью, донор нашелся уже через 10 дней. Это была наша последняя надежда. Мы не сомневались, что все пройдет хорошо, потому что хирург, он один из лучших в мире, который в Индии оперирует. Вите присадили сердце 10-летней индийской девочке. Операция прошла успешно. Но еще целый месяц ребенок чувствовал себя плохо. Здоровье возвращалось постепенно. Как только мальчику разрешили перелеты, семья отправилась домой. Сначала в Москву, а потом и в родной Красноярск. Хорошо долетели. Хорошо долетели, конечно, рады. Все-таки долго не были дома. В аэропорту маму с сыном встретил дед. Пообщавшись с журналистами и поблагодарив всех, кто помогал, семья тут же отправилась домой. Пока Вите нежелательно бывать в людных местах из-за слабого иммунитета. Ребенку категорически нельзя болеть. Уже через месяц Светлана с мальчиком отправятся в Москву на очередное обследование. Но прогноз хороший. Операции по пересадке сердца дети переносят легче, чем взрослые. У этого же хирурга 25 лет назад он сделал первую операцию. В общем, сейчас девушке 20 лет. Она тоже маленькая была. Но она нормально себя чувствует. Ирина Денисенко, Михаил Ткачук. Афонто. Новости.